День в истории 4 февраля 1878 года родился Григорий Иванович Петровский, революционер, советский партийный и государственный деятель. 1881 года родился Клим Ворошилов. 4 февраля 1881 года родился Ворошилов Климент Ефремович. Годы жизни 1881-1969, маршал Советского Союза 1935, герой Советского Союза 1956-1968, герой социалистического труда 1960, с 1918-го командующий и член Реввоенсовета, ряда армий и фронтов. С 1925-го нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР, с 1934-го нарком обороны СССР, с 1940-го заместитель председателя Совета Народных комиссаров СССР, В 1953-60-м председатель Президиума ВС СССР, член Политбюро Президиума ЦК, в 1926-60-м входил в ближайшее политическое окружение Сталина. 4 февраля 1905-го года убийство в Московском Кремле СССР Иваном Каляевым великого князя Сергея Александровича Романова, московского генерал-губернатора дяди Николая II. В этот же день, 1919-го года, Владимир Ильич Ленин подписал декрет об учреждении Совета защиты детей под руководством Луначарского для охраны здоровья детей, обеспечения их питания и снабжения. 1931-й год. Это зависит от нас, только от нас. 4 февраля 1931-го года Иосиф Виссарионович Сталин в своей речи о задачах хозяйственников на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности сказал «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Вот что диктуют нам наши обязательства перед рабочими и крестьянами СССР. Максимум в 10 лет мы должны пробежать то расстояние, на которое мы отстали от передовых стран капитализма. Для этого есть у нас все объективные возможности. Не хватает только умения использовать по-настоящему эти возможности. А это зависит от нас, только от нас. «Говорят, что трудно овладеть техникой. Неверно. Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять. Мы решили ряд труднейших задач. Мы свергли капитализм. Мы взяли власть. Мы построили крупнейшую социалистическую индустрию. Мы повернули середняка на путь социализма. Самое важное, с точки зрения строительства, мы уже сделали. Нам осталось немного. Изучить технику, овладеть наукой. И когда мы сделаем это, у нас пойдут такие темпы, о которых сейчас мы не смеем и мечтать. И мы это сделаем, если захотим этого по-настоящему. «Правда. Номер 35. 5 февраля 1931 года». В этот же день, 1935 года, пущен первый испытательный поезд московского метрополитена. 1943. Умру, а подлецом не буду. При выполнении боевого задания был схвачен гитлеровцами Кабушкин, настоящая фамилия Кабушка, Иван Константинович. Участник Минского подполья в годы Великой Отечественной войны. Красная армия с 1935 года. В 1939-40-х годах участвовал в Советско-финской войне. В начале Великой Отечественной войны попал в окружение и плен. В Минске совершил побег и включился в антифашистскую борьбу. Осенью 1941 года во главе небольшой боевой группы выполнял разведывательные и диверсионные операции. Совершал налеты на вражеские автомашины. По заданию руководства Минского подполья добыл оружие, боеприпасы, медикаменты, спас людей из лагерей смерти. У него были подпольные клички Жан, Бабушкин, Сашка, Назаров. С мая 1942 года являлся руководителем оперативной группы Минского подпольного горкома партии по борьбе с вражескими агентами и провокаторами. Участвовал в издании и распространении нелегальной литературы. Погиб в фашистских застенках в 1943 году. В 1965 году Ивану Кабушкину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В Институте истории партии при ЦК Коммунистической партии Беларуси сохранилось письмо Бабушкина, датированное апрелем 1943 года. Измученный пытками подпольщик, соблюдая правила конспирации, передавал привет товарищам и обещал, что не станет подлецом. Цитата. Пусть передаст, умру, а подлецом не буду. Ну, в отношении меня затишье. Я полагаю так, что нового они, немцы, не добились. Все попытки не увенчались успехом. И решили, видимо, 1 мая вывесить как подарок для народа. Я решил твердо всю свою жизнь посвятить борьбе с врагами своего прогрессивного человечества. За народ. За родину. Конец цитаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова